А здесь я купила вот такой вот радужный песок. Здесь шесть цветов для детского творчества. Будем вот с ней лепить всякие формочки. Еще из него нужно палуб огромный сделать. Или птенку. Или смель. Здесь две формочки в наборе. Или смель надо. Он не высыхает, не застывает на воздухе. Подходит для лепки плоских и объемных фигур. Не пристает к рукам во время лепки. Цвета хорошо смешиваются. Вот сейчас будем открывать и смотреть. Смотрите, что у нас есть. Это песок. Он вот так вот открывается. На. О, я думала, он будет немножко по-другому. А он тут таких тихонько. Вау. Тише, тише, тише. Так. Вот. Шесть цветов. И вот тут совсем немного. Я думаю, побольше будет. Мы подно специально приготовили. Так, сейчас будем пробовать. Смотрите, что можно басни постойте. Здесь такие две формочки. А у нас вот такой будет? Заяц. Тебе. И еще. Паровозик. Смотрите. Оп. О, уже открываешь? Подожди. Улитик. Да, у него такая странная консистенция. Да. О, смотри, какой желтый вылез. Смотри. С чем он пахнет? Ну-ка. Непонятно. Смотри. Давай не будем пока смешивать их. Приятный такой. Так. И реально к рукам не липнет вообще. Классно. Да не туда. Олесь. Зайка. Зайка классный, но ты делай на подносе. Ёшкин ком. Какой кошмар у мамы. Дед пришел. А реально он даже чем-то немножко смахивает на пластилин. Такая прикольная у него консистенция. Причем... Ты куда убежал? Я колобка леплю. Куда это он убежал? Я смотрела, кинетический песок у нас в магазине стоит от 1000 рублей и больше. Вот этот набор я купила за 250 рублей. Он просто отличный. Я вообще в шоке, что его можно вот так лепить. И он не рассыпается. И вообще к рукам не липнет. Вообще здорово. Так, Олесь, давай переворачивай только сюда. Так, Зайца. Получилось? Олесь хочет сразу все цвета. Мам, только как вам можно сделать? Мам, можно на столе его делать? На столе нельзя. Лучше на подносе. Ладно. Олеся уже вовсю смешивает цвета. И давайте я немножко хочу рассказать вообще, что это за масса такая. Я вот нашла инструкцию, и написано, что это песчаная масса, в которой песчинки скрепляются между собой при помощи пластичного акрилового клея. Кулич у тебя получился? Да. Такой смешной, я даже его не сжала. А вот инструкция, которая здесь была. Ее можно сюда вылепить. Ну, кстати, действительно, песок такой прикольный. Мы попробовали уже вот эти яркие цвета. Действительно, вообще не оставляет никаких отпечатков на руках, не прилепляется к рукам. Вообще прикольная такая масса эта. Вот. Не застывает на воздухе, не пачкает руки одежду, сохраняет эффект мокрого песка. Вот. И много раз его можно использовать. Это огромный плюс. Олечке нравится вот так вот всякие цвета смешивать. Ну, сейчас еще посмотрим, что у нас получится. Ладно, будем мы лепить дальше. Забыла сказать, что здесь 6 цветов по 125 грамм каждый цвет. Вот такой у нас космический колобочек получился. Набор развивает мелкую моторику рук, усечивая терпение и аккуратность. Действительно, руки не пачкают, то есть они прям вообще чистые. Я, честно говоря, думала, такие насыщенные тут цвета, что руки могут быть после этого, например, синими. Но нет, оказалось все классно. Сейчас зима, и настоящим песком мы не знаем, когда будем играться. Еще очень далеко до этого. Поэтому на зиму, мне кажется, это отличный вариант такого песка. Вот паровозик. И привидение. Опять. В магазинах продаются прям огромными ведрами песок, но он, конечно, очень дорогой. Вот. Мы пока таким будем баловаться. Вот. А на этом все. Подписывайтесь на наш канал Анастасии Флешкой. И всем пока. Будешь говорить пока? Пока.